Библейский портал экзегет.ру представляет На библейском портале экзегет мы продолжаем с вами чтение книги «Премудрости Иисуса Сына Сирахова», 31 глава. Первые вопросы этой главы касаются бедности и богатства. Мы удивительную песнь в сердечной простоте услышали в конце предыдущей главы. А теперь соотношение этих категорий богатства и бедности мы увидим в развитии слов нашего наставника. Бдительность над богатством изнуряет тело, и забота о нем отгоняет сон. Очевидно, изнуренное тело и душа, не имеющая покоя, последствия несправедливой для души неправильной, увлеченности вместо истинного источника всех благ Бога, теми земными благами, на которые возлагается человеком излишнее упование. Бдительная забота не дает дремать, и тяжкая болезнь отнимает сон. Это, оказывается, болезнь. Сребролюбие — это нездоровое состояние, которое нужно стряхнуть себя покаянием и исправлением жизни, принадлежностью с усердием к противоположной этому греху добродетели, то есть милосердия, щедрости. Потрудился богатый при умножении имуществ и в покое насыщается своими благами. Потрудился бедный при недостатках в жизни и в покое остается скудным. Итак, подлинный труженик, благословил ли Бог его труды изобилием земных благ, или остается он в своей ограниченности, и тот и другой, не занимающийся только обереганием, а усердно умножающий труды свои, благодушствует, вне зависимости от того, в изобилии его имения или в скудости. «Любящий золото не будет прав, и кто гоняется за тлением, наполнится им». Вот это страшное и очень емкое слово. Кто за тем, что является предметом земным и исчезающим для человека, гоняется и его полагает главным объектом всех своих устремлений, тот сам превращается в тление, оказывается заложником этого материального мира, который имеет в себе некоторую неизбежность разрушения. «Многие ради золота подверглись падению, и погибель их была пред лицом их. Оно — золото, древо преткновения для приносящих ему жертвы, и всякий несмысленный будет уловлен им». Корень всех зол — сребролюбие есть, говорит апостол, и это вполне согласованно и с той мудростью, которую мы читаем. «Счастливый богач, который оказался безукоризненным и который не гонялся за золотом». Вот мы вновь слышим о богаче, который, несмотря на свое богатство, однако оказывается в мирном устроении. Мы уже слышали о том, что искренне и усердно труждающийся и нерешенные богатства, а приумножающие его, однако мирно спит. Он не над богатством чахнет, как кощей над златом, но посвящает жизнь свою трудам и созиданию. И безукоризненный богач, то есть живущий достойно и благородно, оказывающий милость ближним своим, не гонявшийся за золотом, а стремившийся безупречно выполнять свое служение, оказывается счастливым. Кто он, и мы прославим его, ибо он сделал чудо в народе своем. Кто был искушаем золотом и остался непорочным, да будет это в похвалу ему. И так те, кто благословлены изобилием земных благ, но не привязываются к нему, делают его злато это, инструментом служения ближним и при умножении своих трудов, тот да будет прославляем в народе. Ибо великих избежал искушений и великое засвидетельствовало пред народом благочестие. Кто мог погрешить и не погрешил, сделать зло и не сделал, прочно будет богатство его, и о милостонях его будет возвещать собрание. Это похвала благочестивым благодетелям. Да приумножаются труды их, приумножающие те блага, которых хватает и на жительство их семейств, и на совершение многих добрых дел, во славу Божию, по созиданию храмов, по поддержке многочисленных добрых дел, служений, первое из которых учительное, миссионерское, в котором сейчас так нуждается наше Отечество. «Когда ты сядешь за богатый стол, не раскрывай на него гортани твоей и не говори «много же на нем». Помни, что алчный глаз — злая вещь, что из сотворенного завистливее глаза, потому он плачет о всем, что видит. Куда он посмотрит, не протягивай руки и не сталкивайся с ним в блюде». Очень важное предупреждение — не увлекаться теми богатствами, которые открываются твоему глазу. Не за столом, не видя нарядно одетых людей, не их колесницы созерцая, не простирая руку твою, то есть не стремись овладеть этим, ибо это не твое, не надо и увлекаться в помысле твоем, как предписывала Десятая заповедь Деколога Моисеева, «не возжелай ничего из принадлежащего ближнему твоему, ибо глазу свойственна завистливость, от созерцания открывается вожделение». Будь благоразумен, не протягив руки свои, это значит, не возжигай в себе пламень зависти, не увлекайся чужим. «Суди о ближнем по себе и о всяком действии рассуждай. Ешь, как человек, что тебе предложено, и не присыщайся, чтобы не возненавидели тебя. Есть и твоя часть материальная в этом мире, и ты чем-то призван пользоваться. Пользуйся то, что тебе предоставлено, и не будь ненасытным, и тогда не возбудишь против себя ненависти. «Переставай есть первым из вежливости, и не будь алчен, чтобы не послужить соблазном. Если ты сядешь посреди многих, то не протягивай руки твоей прежде них. Немногим довольствуется человек благовоспитанный, и потому он не страдает одышкою на ложе своем». Итак, думая, что теряют торопящиеся первыми к куску предложенных явств, оказывается, приобретают в себе вместо желанного насыщения одышку и всякие прочие душевные, телесные, худые последствия. Тот же, кто отличается умеренностью и воздержанием, избегает этих зол. «Здоровый сон бывает при умеренности желудка, встал рано, и душа его с ним». То есть бодро и подтянута, трезвенно и живо, в отличие от тех, кто, как поведал нам мудрый наставник, страдания бессонницу и холера, и резь в животе, бывают у человека ненасытного. «Если ты обременил себя явствами, то встань из-за стола и отдохни». Очень хороший и практичный совет. И не у многих на это хватает решимости. А вдруг еще принесут второе горячее, а ты в это время будешь отсутствовать за столом. Или, как говорил один литератор при царском угощении, который не отказывался ни от одного блюда, ни от одного блюда, ему сказали, «Да хоть ты от одного бы отказался, пусть тебя императрица-то поподчевает». Он говорит, «А как не поподчевают?» То есть не станет уговаривать. Поэтому, «Нет-нет, давайте мимо меня ни одного блюда не проносите». Но как раз от отягощения, и сердца в том числе, и этот наш литератор знаменитый умер. И так же и бывает с современниками. «Если ты обременил себя явствами, то встань за стола и отдохни, послушай меня, сын мой, и не пренебрегай мною, и впоследствии ты поймешь слова мои». И так, часто мудрость мы должны принять верой по причине доброкачественности тех наставников, к которым обращаем слух свой. А потом, когда ты сам на опыте исследуешь глубину и подлинность этих слов, ты уже тогда поймешь слова мои. Во всех делах твоих будь осмотрителен, и никакая болезнь не приключится тебе. «Щедрого на хлебы будут благословлять уста, и свидетельство о доброте его верно. Против скупого на хлеб будет роптать город, и свидетельство о скупости его справедливо». Итак, хлеб — это то необходимое, что нужно всем людям. Поэтому насколько в твоей власти, позаботься о том, чтобы достаток и довольство было у каждого, чтобы не было ропота в городе, и свидетельство о тебе не были бы во вред самому тебе и твоему положению высокому. Следующие мысли, которые высказывает премудрый наставник, касаются винопития. Это дело столь же утешительное, сколь и опасное. Это средство погибели многих, но и утешение, предписываемого даже, как мы помним, самими апостолами. «Против вина не показывай себя храбрым, ибо многих погубило вино». Это искушение, которое заставляло приткнуться и тех, кто думали о себе, что они твердо стоят. «Печь испытывает крепость лезвия закалкою, так вино испытывает сердца гордых пьянством». Оказывается, эта болезнь пьянства имеет в себе некоторые нравственные корни. «За гордость попускается человеку оказаться в жалком состоянии пьяницы». «Вино полезно для жизни человека, если будешь пить его умеренно». И так далее, вполне серьезно, насторожив нас в отношении вина, говорит и о пользе вина, премудрый наставник. «Но условием пользы» говорит об умеренности. «Что за жизнь без вина?» Это еще более категоричная похвала этому дару Божьему, лозе благословенной. Оно сотворено на веселье людям от радости сердцу и утешения душе вино, и опять умеренно употребляемое вовремя. Итак, и в меру, и зная, когда, добавим и когда с кем, тогда, правильно ответив на эти вопросы и соразмерив свои возможности с теми предоставляемыми явствами и питьем, и особенно винным угощением, человек не только не претерпит никакого вреда, но приобретет и пользу от той радости, которую свойственно вину сообщать душе человеку. «Горесть для души — вино, когда пьют его много, при раздражении и ссоре. Излишнее употребление вина увеличивает ярость неразумного до преткновения, умаляя крепость его и причиняя раны». Итак, употребляемое вовнутрь может послужить к разорению внешнего и очевидного для всех. Это раны, это ссоры, это злые слова, все это последствия неумеренности в его употреблении. «Наперу за вином, не упрекай ближнего и не унижай его во время его веселья». Таким образом, употребление вина делает человека более ранимым. И есть большая опасность, и требуется большая осторожность. Там, где пьют, как известно по русской пословице, там и льют. Льют страсть, льют иногда и злобу, доходящую до рукоприкладства и до унижения человека. Потому надлежит в меру с благоразумными употреблять в свое время вино. Причем то, о чем говорит наставник, совсем не то, что очень часто по дешевке можно приобрести в наших магазинах. Это не те горючие напитки, которые отравляют организм человека. Это не те фальшивые вина, употребление которых всегда вредно. Но то доброе вино, которое не так уж бывает удобно раздобыть, особенно не имея больших материальных средств, потому и этот фактор указывает на необходимость умеренного винопития и с большой осмотрительностью, в том числе и выбирая темы, которых надлежит касаться, тогда, когда и ты, и твой собеседник позволили себе несколько расслабиться, употреблив даже малое количество вина. Не говори ему оскорбительных слов и не обременяй его требованиями. Будь особенно милостив к твоему ближнему и собеседнику, и тогда это утешение законное не послужит к ссоре и к впаданию во всякие злые обстоятельства.